Суда приехал после встречи с дипломатическими работниками посольства Соединенных Штатов Америки, после встречи с представителями Британского совета, программы «Фуллбрайта» и так далее, люди приехали непростые, они говорят, мы готовы обратить дополнительное внимание на Воронежскую область, что у вас есть хорошего. Мы находимся в 500 километрах от Москвы, но москвичи не знают, что у нас есть хорошего. Вот если у нас будет некий продукт интеллектуальный, который мы можем коммерциализировать либо через туристический бизнес, либо через инвестиционную привлекательность, либо через образовательную миграцию, мы можем действительно повысить капитализацию нашей области. С главной страницы вы опускаете вниз и видите баннер «Проект 7 чудес Воронежской области». Вы нажимаете на него и выходите на отдельную страницу. На этой странице есть информация, которую важно прочитать перед тем, как вы будете голосовать. Помимо того, кто является организаторами, здесь написано, когда закончится первый тур, то есть до какого дня вы можете проголосовать и отдать свой голос, выразить свое мнение. Голосовать можно только один раз с одного адреса электронной почты. Для учета голоса нужно пройти по специальной ссылке, которая будет отправлена вам на электронный адрес. Создатели проекта предлагают вашему вниманию здесь 94 претендента на звание «Семьи чудес Воронежской области». Возле каждого вы можете поставить галочку, но отметить не более 20. Затем, кроме названия, вы нажимаете на «Подробнее». И вам, вашему вниманию, представляется фотография данного места и краткая информация, которая позволит незнающему человеку ознакомиться с этим местом в довольно быстрое время и при этом, возможно, открыть для себя что-то новое. Мы цель ставили охранять памятники истории культуры, архитектурную, имеется в виду. А потом сказалось, что скоро нам ничего не останется сохранять, потому что памятники продолжаются сносить. Вы знаете, мы очень много шишек получили со стороны строителей, застройщиков, потому что центр, вы знаете, застраивается, сейчас застраивается проспект. Это, конечно, очень печалит нас. И поэтому вот такой конкурс, который сейчас молодежь, собственно, инициировала, поможет нам спасти многие памятники, которые расположены в нашей области. А наша область действительно очень богата памятниками. Само содержание этого проекта и символическая цифра 7, естественно, в самом начале даже этим не ограничилось, а было гораздо больше всяких предложений. Внимание привлечено и со стороны экспертов, и со стороны небезучастных граждан, которые любят свою историю, гордятся своим достоянием. И другая сторона – это люди, которые, возможно, для себя впервые открыли многие замечательные памятные места и природные, и рукотворные, и архитектурные, и природно-географические. Я недавно приехал из Алматы. В Алматы живет очень большая диаспора воронежцев. Очень большая. В начале 20-го, в конце 19-го века была большая миграция, и знаменитые яблоки-апорт, яблоки алматинские, это мичуринские яблоки. И меня расспрашивают, я не буду называть про вот эти объекты, меня расспрашивают, а цело ли это или это. Был в отпуске в Эквадоре, одна из крупнейших диаспор российских, это воронежская диаспора. Также расспрашивают про объекты. Международный уровень. Это международный уровень. Нам есть чем гордиться. И мы просто пытаемся как-то огранить вот эти объекты, и вот это достояние показать не только россиянам, но и всему миру. Редактор субтитров А.Семкин